Путь Артёма лежит на агропром, ведь местный доктор не смог помочь Сане. Помимо этого, все текущие дороги ведут именно туда, поэтому Артёму предстоит отправиться работать на долг и учёных. Если вы не видели предыдущих двух серий, то в описании я оставил плейлист, буквально на первой строчке, посмотрите сначала. Ну а я, по традиции, желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьёт, а также приятного просмотра. Ну что ж, ребятки, на картоне мне больше делать нечего, хотя подожди, логово на картоне дождаться награды. Хм, давайте всё-таки дождёмся награды, короче. Короче, я проспал целую неделю, и этот пяточ всё ещё не даёт награду, поэтому, ну, полагаю, что она всё-таки как-то заскриптована. И, под такой туман, пол седьмого утра, я бы даже сказал, 6.20, мы отправляемся на агропром, переход благорядом, погнали. Бывалый, стоять, сталкер. Оружие, может, уберёшь, не люблю её говорить под прицелом. Хорошо, а теперь говори, что тут делаешь. Нужно встретиться с одним человеком на вашей базе, надеюсь, пропустишь? Конечно. Слушай, раз ты на нашу базу идёшь, то можешь кое-что главному передать? Что именно? Если это не займёт много времени, то помогу. Нет, нужно сообщить полковнику, что дорога на свалку была отбита бандитами, так что нужно срочно восстанавливать контроль. А почему сам не сообщишь? Если вкратце, из штаба поступил приказ, чтобы мы проверили дорогу на свалку. Одному из нас нужно было сходить и проверить место. Естественно, я, как самый опытный, пошёл на разведку. После я увидел, что все долговцы были убиты, остановку захватили бандиты. Я быстро рванул обратно, но за то время, как я отсутствовал, на моих ребят напала стая собак. Ребята неопытные и толком не умели обращаться с оружием. К несчастью, от стая собак отбиться они не смогли, да и раз умудрились сломать. Ну а мне покидать пост запрещено, поэтому прошу тебя сообщить полковнику о случившемся. Ладно, помогу. Что-то долговцы вообще лохи какие-то. Ещё и просят первого встречного о такой просьбе, ну не знаю, не знаю. Так, ну-ка, где у вас тут артефакты? А ну делитесь. Ну вот я и добрался до базы долговцев. Они тут отстреливают собачек, которые за мной увязались, на секундочку. Здорово. А, привет. Здорово. А, тебе нормально? Вот представьте, вы такие идёте-идёте, и тут просто с потолка, через потолок на вас сваливается челли, говорит, о, привет. Выполковник, просили передать, чтобы бандиты захватили дорогу на свалку. Ясно, значит нужно отправлять бойцов на захват территории. Надеюсь, сведения верные. И кто попросил передать информацию? Долговец, который держит переход на кордон. Он там один остался, так что покидать пост ему нельзя. Вот он и попросил меня о помощи. Надо бы отправить туда пару людей, чтобы подменили его. А что насчёт тебя? Ствол я вижу, у тебя какой-никакой есть, а значит стрелять должен уметь. Не хочешь посодействовать в атаке на бандитов? Почему бы и нет? Вот и отлично, ты надвигай к нашим ребятам, найдёшь их в ангаре, но я вам пока сообщу, что приготовились. Да ёпт вы имеете? Не, давай потом. Сейчас я с педиком хотя бы поговорю. Давай медицинскую помощь. Привет, тебя должны были предупредить насчёт меня. Ну да, предупреждали. Думаю, я смогу тебе помочь. Мне уже приходилось сталкиваться с таким ядом, но для этого мне нужен один артефакт, который можно найти только в тёмной долине. В тёмной долине? А это далеко? Просто это впервые. Да подожди ты, в тёмную долину тебя никто не отправляет. Видишь ли, обычные детекторы? Да что уж там, современные детекторы не способны обнаружить этот артефакт. А следовательно, найти его тебе не получится. Придётся сделать специальный детектор, который бы обнаружил этот артефакт. И где можно достать такой детектор? Можно прямо здесь. Азот, техник наш, ещё тот спец. Вот только детектор нужно настроить под определённую частоту. А необходимые данные, скорее всего, можно найти в подземно-научном комплексе. Скорее всего, если никто ещё в подземелье не заглядывал. Документы по изучению всех аномальных преобразований, в том числе и артефактов, находятся там. Вход в подземелье я тебе скину в ПДА. Ещё, если уж решишься туда пойти, то поищи там какие-нибудь документы. Думаю, будет интересно почитать на досуге. Не за так, конечно. И ещё, на нижних уровнях подземелье полно радиации, так что приготовься как следует. Хорошо, я поищу что-нибудь. В подземку нас отправляют, да? Но я думаю, мы сначала всё-таки потусуемся на поверхности. Давай поговорим с челиком в баре. Вот ты, судя по всему. Я от наёмников. Хорошо, что ты пришёл. Дело срочно, довериться некому. Надеюсь, наёмники посвятили тебя в курс дела. Говорили, что ты кейс свой не можешь забрать. Дело в том, что в кейсе находятся бумаги с очень важной информацией. Если я их не принесу нужным людям, то у меня будут большие проблемы. А потому я решил спрятать кейс понадёжнее. Закопал его в конце тоннеля. Вот только когда собирался забирать его, то увидел в тоннеле кучу снорков. Вот кого-кого, а снорков я терпеть не могу. Готов хоть на химеру с ножом идти. А вот от одного вида снорка так и хочется бежать как можно дальше. Потому и ищу надёжных людей на это дело. С деньгами проблем нету, а потому оплата достойная. И где ты закопал свой кейс? В самом конце тоннеля, с правой стороны, лопату я дам. И насчёт снорков, их там просто тьма. Даже опытного сталкера с хорошим снаряжением могут возникнуть проблемы. А потому дам тебе вот эту химическую бомбу. Установишь её в тоннеле и снорков как не бывало. Этот газ не опасен для людей, так что максимум головокружением отделаешься. Если у тебя есть такая бомба, то почему сам не сходишь? Ну а вдруг она не сработает или ещё что произойдёт? Да и как я говорил, я терпеть не могу снорков. От этого их вида начинают трястись руки. Ладно, не буду тебя больше задерживать, жду тебя в этом же баре. Хорошо. Здравствуйте, бравые бойцы, долго, как дела? А, вот и сталкер. Ну что, готов пострелять по бандосам? Да, когда выходим. Выходим сейчас, как дойдём до места, обсудим всё необходимое. Понятно, тогда пойдём. Ну вот мы и на месте, сделаем всё быстро и в лучшем виде. Двинули. О, мы прямо возле тоннеля, слушай. Может я быстренько это схожу, раскопаю? Так, давайте, короче, пацаны, вы воюете, а я обхожу эту шелупонь. Кстати, он говорил, что мы на месте, потом всё обговорим. Да, в итоге мы что-то ничего и не обговорили толком. А ну сосать, шоколадные. Так, ну троих я уже положил. Легко. Вроде последний. Эй, сталкер, сообщи полковнику Шульки, что дорогу на свалку отбили успешно. А мы пока проследим, чтобы ещё бандитов не набежало. Да, без проблем. Надо, кстати, будет по-любому с кого-то калаш снять, я потом сравню, какой лучше. Ну, в общем, вот такой вот автоматик я себе подобрал, в наиболее лучшем состоянии, что там было. Ну и плюс он не укороченный. Так, теперь идём в этот тоннельчик. Тьма снорков говорит. А, можно активировать химбомбу прямо сейчас. Ну, собственно, всё. Вроде как тут безопасно. Ну, для меня. А вот для снорков нет. Хотя я не знаю, зачем я активировал, ибо снорки, но всё равно как-то не дохнут, что ли. А, подохли. Лол, прикольно. Всё, я обыскал всех снорков. И где-то здесь нам нужно копать. А, во. Да, я откопал, отлично. И, кстати, что-то пердёжный газ перестал действовать. А, нет, вот он снова действует. Опа! Ребята, а вы кто такие? Копяц мне ещё и заново со снорками воевать. Да я топтал эту жизнь. Фух. Так, ты чё, питоч, я не понял? Сдохни, тварь. Охреневшие люди. О, у тебя был калаш с прицельчиком. И прицепим на мой автомат. Можно так? О, да. Ля какой, смотри, вообще топчик. Крыса. Куда, крысы. Флешка с тайником. Зашибись. Тут ещё один прицельчик 100. И автомат в лучшем состоянии, нежели мой. Давай тогда мы отсюда отсоединим, разрядим, выбросим. Он тут прицел, конечно, такой себе, да? Но, ладно, чё. Так, давай флешку с тайником завязаем. Полученные каранаты ранее найденного тайника. Ага. И где тайники? Не понял. А, в тёмной долине, я понял. Так, ПДА у него есть какой-то. Запись номер один. Этот хрен настолько подставил. Обещал огромные деньги. Если мы отравим весь лагерь сталкеров на кордоне, теперь мы по уши в дерьме. Денег нет, а оставаться в здешних местах опасно. А, так вот кто отравил лагерь. Ема. Вот крыса в натуре. Нужно срочно валить отсюда. Говорят, что Султана на затоне убил некий вояка. А, слушайте, а вот и связь с прологом, да? Если это так, то нам стоит отправиться туда. Думаю, сейчас там самое место для нас. Лишь бы об этом никто не узнал. Запись номер два. Да зато на путь не близкий, так что не помешает прикупить побольше провизии, медикаментов и амуниции. Денег совсем не осталось, так что следует найти работёнку. Запись номер три. Неохота даже вступать в разговор со сталкерами. Похоже, что они начинают нас подозревать. У Долга тоже толковой работы нету, а зарабатывать на мутантах и поисках артефактов опасно. Запись номер четыре. Узнал, что один сталкер посеял свой кейс. Вот только где он мог его спрятать? Запись номер пять. Из разговора сталкеров стало ясно, что кейс в тоннеле, однако и мутантов там. Думаю, нам следует поджать, когда сталкер сам со всем разберётся и устроить ему засаду. Не на того вы и напали. Зубы обломили, ага. Так, а у нас на заводе ещё нужно отнести артефакт учёным. И учёным также я хочу отнести часть тела мутантов. Думаю, им будет интересно. Плюс это что такое? Аномалия сектора. Давайте забежим. Опа, подожди, тут артефакт есть. Халявный. Плюс ещё в аномалию сектора забежим. Ибо мне интересно, чё там по артефактам. Так. Ха, вспышку нашёл. Ой, тут по мозгам, да. Ууу, как тут по мозгам бьёт. А артефактиков-то и нету. Обидно даже как-то. О, можно использовать экспериментальный научный стимулятор. Посмотреть, на что он способен. Ля, как он хилит. О, здорово, Герман. Не желаете взглянуть на один интересный артефакт? Ну, давайте посмотрим, что тут у вас. Ого, никогда не видел ничего подобного. Нам было интересно его получше изучить, если вы не против. Разумеется, мы вам неплохо заплатим. Хорошо, если что-то узнаете интересное об этом артефакте, расскажете. Если будет что-то стоящее, то обязательно расскажем. Вот, держите ваши деньги. И ещё. Вы не желаете поработать на нас? Мы разместились на агропроме не так давно. А потому есть огромные возможности для её исследования. Ну, а вы с этого получите выгоду. В общем, мы будем рады, если вы захотите с нами сотрудничать. Что вы говорили насчёт работы? Значит, вы не против поработать на нас? Ну что же, отлично. В общем, сейчас главный для нас приоритет изучить аномальные преобразования. А потому нужно расставить сканеры в некоторых аномалиях. Продолжайте. Нам стало известно, что в этих местах был замечен нигде не виданный артефакт, который, естественно, очень нас заинтересовал. Этот артефакт обнаружил один сталкер, однако не смог его вытащить, так как мощности его детектора не хватало. Вскоре он погиб, а информация об артефакте, о конкретной его местоположении так и не была найдена. А потому нужно понять, в каком аномальном преобразовании нам придётся искать артефакт. Хорошо, я помогу вам. Замечательно. Вам нужно взять у Новикова... Какого Новикова? Он чё, тут что ли? Сканеры и установить их в аномалиях, координаты которых отмечены в вашем ПДА. Когда закончите, возвращайтесь. У меня будет к вам ещё одно дело. Увидимся. Окей, обязательно расставлю. Из-за одного артефакта там пособираю всем. Я должен получить сканеры для исследования аномалии. Держи, как мне сказал Герман, три штуки. Хорошо. Кстати говоря, чини. Шесть тысяч. Знаешь чё? Пошёл ты на... Мы разобрались с бандитами. Можешь отправить туда своих людей. Хорошо, сейчас же отправлю несколько людей на защиту. А тебе, сталкер, вот наград за помощь. Шесть тысяч. Ну, такое. Окей, теперь... Ну-ка, может ты, кстати, подешевле починишь мой калаш, потому что... Ну... Ещё хуже. Пошли вы все на... Мне кажется, знаете, у них, короче, стоимость ремонта зависит от моих денег. Они видят, сколько у меня денег, да, и заламывают где-то процентов 80 от всей суммы, что у меня есть. Вот у меня именно такое впечатление складывается. Вот твой кейс. Местные сталкеры устроили мне засаду, ты знал об этом? Нет, не знал. Однако я опасался, что третьи лица узнают про мой кейс, и, похоже, не зря. Прости, что сразу не рассказал об этом, но я не знал наверняка. Однако ты вернулся живой, да ещё и с моим кейсом. Этот кейс дорого обойдётся тебе, надеюсь, ты не забыл про обещанное. Помню, помню всё. Вот твоя награда. А наёмникам сообщу, что сработал ты отлично. 13 тысяч. Ну, нормально. Так, кстати, есть бармен по имени Мороз. Что за работу ты предлагаешь? Нужно найти документы на территории базы свободы. За эти бумажки я готов заплатить круглую сумму. Ну, давай. Окей. Чё, а где база свободы? Ага, понял. Пока что я тебе вот всякую каку принёс. Вот так вот. Плюс 7 тысяч. Ебой. Теперь пойдём к обычному торгашу. Торгаша заданий нет, зато у него есть куча стволов и прочего-прочего. В общем, она продавала ему контента на 4 тысячи. В принципе, нормально. Не мешало бы патронов чуть-чуть на калаш закупить. Да вот, давай все. Ну, почти. И, в принципе, всё. Я вот думаю, стоит ли чинить калаш Чикак. Наверное, всё-таки починю. И немножечко даже погрейзжу свой комбез. Но не буду сильно увлекаться этим. Потому что я планирую потом вернуться на кордон. Хорошенечко проселекционировать артефакты, которые найду. И продать по хорошей цене. Так, 29 тысяч у меня остаётся, да? Но я буду грейдить именно комбез. По-любому мне нужно сделать вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. 18 тысяч этого остаётся. Всё, больше я его грейдить не буду. Всё. Теперь, я думаю, можно спокойно походить по аномалиям и поставить сканеры. Вот она первая аномалия. И тут есть один артефакт. Так. Это у нас грави. Слушай, грави очень неплохой артефакт. Текаем. Чё у нас грави даёт, кстати? Радиация плюс 7. Макс вес плюс 3. У-у-у. Если его качнуть. Я, наверное, грави себе оставлю. Я его даже прямо сейчас на пояс запихну. Почему бы и нет? Грави я по-любому себе оставлю. Но вспышку продам. И грави я ещё планирую проселекционировать. Блин, будет прикольно. Если сейчас аномалия кисель, найду пузырь какой-нибудь. Обожаю пузырь. Ой. Он красивый. У него свойства классные. Ну и вообще всё круто. Так, ну в этой аномалии, да, есть какой-то артефакт. Ну, ломать говна. А, ещё что-то есть. Подожди. Надеюсь, это пузырь. Ещё один есть. Так, сканер установил. Кровь камня. Мм, жаль. Но есть ещё один, поэтому не теряем надежду. Колобок. Ну, в принципе, тоже неплохой артефакт, да. Могло быть и лучше. А может, тут ещё что есть? В конце болотца. Не, смотри. Ничего нету. Жаль. Ладно, идём. Последнюю аномалию. Это... Что там? Зона с... Аномалия сектор. В самом деле, дерьмовая аномалия. Я не думаю, что в ней что-то заспавнится. После того, как я взял задание. Где-то здесь надо ставить. Всё, поставил. Валим. Я установил сканеры в аномалиях. Замечательно. С громадным нетерпением ожидаю, когда выборка станет достаточным для формирования выводов. Кстати, вот скромное вознаграждение. Вы его более чем заслужили. Если вы не забыли, то у нас ещё одно дело к вам. Ну, давай ещё за работу. Работа не из лёгких. Так что и оплата будет достойной. Помимо аномальной активности на территории агропрома, мы обратили внимание на его подземелье. Мы более чем уверены, что там можно достать кучу интересной информации, за которую мы неплохо можем заплатить. Мы уже отправили одного нашего коллегу собирать информацию, однако он всё ещё не вернулся. Но вам могу предложить осмотреть другую часть подземелья. Туда мы также отправляли местных сталкеров, но они и так и не смогли справиться со своей работой. Что думаете об этом? Хорошо, я берусь. Замечательно. Вот координаты спуска в нужное подземелье. Это место вы ещё не успели осмотреть, так что думаю, вы найдёте что-то интересное. Понятно, короче. На арофл. То есть есть два перехода в подземелье, да? В подземелье и в подземелье. Кайф. Кайф просто. Ну вот, собственно, я и добрался до этого подземелья, который мне указали учёные. Именно до этого перехода. Я не знаю, наверное, типа тут как-то разделено ЧН в подземелье и ТЧ подземелье или как, или что, я не понимаю. Но, судя по загрузочному экрану, это всё ещё ЧНовское подземелье. Или оно тут вообще объединённое, как в Call of Чернобыле. Не могу пока сказать, ТЧшное это или нет, потому что, ну, оно очень похоже. А, смотри, закрыта дверь, значит, это всё-таки чейновская версия. Да, это чейновская, там, видите, тоже вот огорожено всё. Я в подземелье сразу по двум заданиям. Давайте, в первую очередь, сюда слазим. Тайник с крылкой. Чё это было? Зачем пугать? Чё, дураки, что ли? Так, чё это у нас? Ага, это чё такое? Документы об исследованиях. Ага, это учёным, понятно. Чё-то ещё есть? Тут ничего. Да чё за звуки даунские? А, это какой-то Максим. Вот и помер дед Максим. Да я КМ и остался с ним. Так, ну это всё ещё не по главному квесту. По главному квесту меня вообще в другой переход рекомендовали, конечно, да? Так, ну чё, давайте, чё вы там меня страшными звуками своими пугаете. Ой, а нельзя сюда. То есть всё-таки подземелье тут раздельное, да? И мне придётся через тот переход идти. Фак ю. А у кого нужно узнать по поводу пропавшего сталкера, я не понял. А, окей, понял, на базе долго. Но база долго, в принципе, рядом, поэтому могу попробуем. Ой, в итоге побежал на базу учёных, да? Ну ладно, всё-таки вернём документы. Вот документы. Отлично, уже не терпится поскорее изучить содержимое этой документации. Вот ваша награда. 11 тысяч, нихрена ты, баклажан. 40 тысяч и того у меня сейчас. О, слушай, а может ты и разблокируешь непуда? Не. У тебя такое попросить нельзя. Чини меня, короче, потому что у тебя починка дешевле. Вообще вот, тост за рубль починил, но золото, а не механик. Биологическое оружие поговори с учёным. Да ты бесишь, я только из твоего лагеря выходил. Ну что там с артефактом, узнали что-нибудь? Да-да, мы изучили его и готовы сказать, что это что-то наверняка невероятное. Никогда не видел артефакта с подобными свойствами. А что конкретно? Этот артефакт способен поглощать природные и аномальные свойства. Видимо, артефакт некоторое время пролежал в пси-поле и получил такие свойства. То есть артефакт не стал причиной появления пси-поля на кордоне? По всей видимости, нет. Видимо, это поле было создано чем-то другим, и раз этот артефакт тоже там оказался, то это становится только интересным. Думаю, что пси-поле тоже нужно как следует изучить. Естественно, мы вам хорошо заплатим за это. Что мне нужно сделать? Нужно будет произвести замеры. Думаю, больших проблем это у вас не вызовет. Вот вам прибор. Работает он очень просто. Нажимайте на эту красную кнопку, и как только прибор повестит вас, что замер проведён, он автоматически сохранит данные. Думаю, трёх замеров будет достаточно. Ладно, потом. Так, ага, то есть я не могу у кого-то конкретного спросить про этого сталкера. Мне просто указало на базу долго, типа, да, и всё, иди узнавай у всех. Ладно, ты не знаешь, чьи это подага? Нет, ну ты подойди к сталкеру, что напротив бармена стоит. Это вроде его друг, насколько мне известно. Ага, ну спасибо за наводку. К сталкеру, который напротив бармена стоит. А кто напротив бармена у нас стоит? Ты что ли? Ты кто такой? Дрём. Эх, чего тебе? Не видишь ни устроения сейчас разговаривать? Ты не знаешь, чьи это подага? Да, это подага Максима. Он был моим другом. Но этот последний заказ учёных на документы из подземелья, если бы мы только отказались, то все сейчас живы были. Слушай, может вернёшь мне его? Он ведь тебе ни к чему. Пока приберегу мало ли на что. Ну ладно, забирай мне это чё. Вот, спасибо, так спасибо. Но это, тебе же я, как понимаю, прочитается. Мы ведь это, раньше артефакты продавали. Так вот, парочка ещё осталась, так что можно забрать себе в качестве награды. Кристалл и каменный цветок. Кстати, каменный цветок я проселекционирую потом. Мне писали в комментариях, что лучше селекционировать, ибо так будет больше денег. Ну и кристалл можем повешать на пояс, потому что он ничего негативного не даёт. Ну и чё, собственно, чуваки? Пока что на этом давайте закончим эту серию. В следующей серии спустимся в подземелье Агропрома и вернёмся, скорее всего, на кордон и выполним пару заданий. А пока, друзья, огромное спасибо, что смотрели меня. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, если вам нравится мой контент. Также переходите по ссылкам в описании, там много всего интересного, в том числе и ссылка на скачивание этого мода. Ссылка на мою группу ВКонтакте и ссылка на плейлист с этим видосом. Ой, фу, с этим прохождением. А, в общем-то, всего вам доброго, друзья, и покедово. Ой, в смысле? А, чё? Чё, дурак, что ли, костёр? Субтитры подогнал «Симон»